Роберт Паттинсон официально подтверждён на роль Бэтмена. Вот так вот спустя 11 лет упырь стал нетопырём. Интересная карьера у Роберта. 2005 год. Все девочки любят волшебников. А Паттинсон такой. 2008 год. Все девочки любят вампиров. Паттинсон такой. 2019 год. Все девочки любят супергероев. Ладно, давайте не будем париться раньше времени. Кто знает, может он и нормально справится. Может ему сделают костюм с бэтсосками. И заставят танцевать. А то ужас, о котором мы только что все представили, нас спасёт. Внимание! Надевайте защитную экипировку. Вас ожидает спорная тема. Из российской версии биографического фильма про Элтона Джона. Рокетмен прокатчики вырезали все сцены с гей-сексом и употреблением наркотиков. А также убрали титры в конце, в которых говорилось, что он счастлив в браке со своим мужем и они воспитывают детей. Фильм имеет возрастное ограничение 18+. Но из него вырезают потрахушки в задницу. Значит, это не корректировка под возрастной ценз. Это обычная такая, стандартная такая гомофобийка. Я понимаю, что не всем нравятся фильмы, где всякие рокетмены паркуют свои ракеты в ракетные шахты других мужиков. Но если выбирать между этим и вот такой вот цензурой, то я уверен, что вы выберете Единую Россию. Жалко, вместо вырезанных титров про счастливый брак Элтона не вставили, что и он тоже выбрал Единую Россию. А потом вместе со своей женой, которая, кстати, является женщиной и совершенно без пениса, сгоняли в Екатеринбург и положили первый кирпичик в основание храма вместо сквера. Вот такой он, наш славянский певец, заслуженный артист России. Элтон Стэнлиевич Джон. А единственный рокетмен в мире, это, как все знают, Юрий Алексеевич Гагарин. Хорошо, что я в своей гей-ропе живу, пойду на фильм в оригинале с невырезанными пёхающимися мужиками. Да, мне это не очень понравится, но это мой осознанный выбор, и я увижу фильм таким, каким его задумывал режиссер. Потому что, ну вот, вырежете все сцены с пёханием из обзоров Дэсс Хорошо на Порнхабе. Ну, что это будет? Там, кстати, у нас на первом выпуске миллион просмотров. Многие из вас знают, что Дэсс Хорошо мы начинали втроем. Я, Серж и Виталик Голован. Вот, после того, как мы перестали делать обзоры на Дэсс Хорошо, я с Сержем и вот Костик. Простите, пожалуйста, нас. Да, простите их. Фигачим новостной блок от Давыдова и стримим. Частый вопрос на стримах, куда подевался Виталик. А Виталик подался в свою страсть, тяжелую музыку. Выпустил два новых сингла на канале своей группы Аметист. И ведет стримчики на метально-музыкальную тематику. Клепает контент, в общем. Здесь на канале Дэсс Хорошо мы продвигали и первый, и второй альбом, и клипы Аметиста. Так что многие тут должны быть в курсе творчества. К чему это я? Виталий сейчас проводит краудфандинговую кампанию на Патреоне со всякими бонусами. Так что переходи по ссылочке в описании и поддержи его. Ага! Попались! Вас застала врасплох моя нерегулярная рубрика! Сязьки, илон, масяськи, сязьки, илон, масяськи, сязьки, масяськи, масяськи, милон, масяськи. Пока фанаты Apple радуются, что Тим Кук изобрел терку для овощей, мастермайнд Илон убрал стыдобу с аватарки в Твиттере, что уже является неплохой новостью. Но это еще что? В Теслах модель S, модель 3 и модель X теперь будет встроен капхэт. Да-да, тот самый капхэт! Бл***ть, Стас! Бл***ть! Я ничего не могу... Бл***ть! Бл***ть! Системы автомобилей уже где-то этим летом. К слову, набор классических игр от Атари там доступен уже некоторое время. Ну, то есть теперь после требования... Пап, хочу приставку на день рождения! Задав вопрос... Какую? Можно получить ответ... Тесла модель X! Хотелось бы, конечно, чтобы в хабхэт можно было играть на ходу, чтобы можно было испытывать стресс и гореть жопой, даже когда машина едет на автопилоте, и тебе не надо орать на подрезающих тебя уродов. Но, к сожалению, нет, только на парковке. Ждем, когда Лада завезет Dark Souls. Ну, или можно начать... Сволка, который ловит яйца в кардину. Сязьки, Илон Мосяськи, сязьки, Илон Мосяськи, сязьки, Мосяськи, Илон Мосяськи. А бонусом еще небольшая новость из мира Илонов Масков. Еще 23 мая SpaceX запустили 60 спутников Starlink. Ну, думаю, многие видели эти видосы, их парада в ночном небе, а кто-то, может, и вживую успел. Я вот нет. Первая партия из огромной сети спутников, которые будут запускаться до 2027 года, чтобы их вот там вот у нас над головами было 12 тысяч. Это типа в 10 раз больше того количества, что сейчас в принципе есть спутников на орбите. По большому счету это проект космического Wi-Fi. Вот именно не спутников интернета, а тупо Wi-Fi из космоса. То есть, ну, во-первых, теперь вообще всегда придется сходить в фольговой шапочке, чтобы тебе в голову торрентов не накачали. А во-вторых, купив приемную коробочку за 200 баксов, ты сможешь пользоваться высокоскоростным интернетом вообще где угодно. У себя на даче, за полярным кругом, в горах, в Новокузнецке. Есть даже некие вероятные стоимости пакетов услуг. Типа 650 рублей в месяц за 1000 гигабайт данных на скорости 10 гигабит в секунду. Или два косаря за безлимит на скорости 1000 гигабит. Звучит как бред, и нормального подтверждения подлинности этих стоимости я не нашел. Но, учитывая, что сейчас и Амазон, и британская компания OneWeb с кучей инвесторов находятся на начальной стадии реализации похожих проектов, SpaceX действительно нужно предложить какие-то волшебные стоимости для своих услуг. В общем, ждем хороших новостей в ближайшем будущем. Amazon принимает. В прошлую среду на стриме мы с Костиком и Сержем... И с тысячкой другой зрителей посмотрели премьеру трейлера Death Stranding. Ну, там, конечно, все сверхгениально. Выдвижные лестницы, борьба доставщиков еды, голбы с эмбрионами. Вот про них я и хочу рассказать поподробнее. Вот такая вот статуэтка будет частью коллекционного издания игры. И для продвижения своего детища наполовину бог гениальности, наполовину скромный разработчик игр, везде со своим этим бэбисом фоткается. Какие-то не менее гениальные пранкеры из Бразилии взяли и с этой фоткой запустили слух по WhatsApp, что это японский ученый, который, борясь с низкой рождаемости, в стране выращивает детей в пробирках. И якобы у него их уже более трех тысяч. Это ж, блин, сколько бабок можно на пособие для многодетной семьи заработать. Короче, если это не фейк, ну, не то, что Коджима производит гениальных детей, а то, что люди реально в это верят, что даже бразильскому изданию G1 пришлось опровергать эти слухи, то у меня есть несколько вопросов к пользователям WhatsApp. Во-первых, а вы в курсе, что там спидозную кровь в апельсины подливают? Их ни в коем случае есть нельзя. Ну и во-вторых, в курсе ли вы, что WhatsApp из-за таких дуролеев, как вы, был вынужден сократить до пяти количество номеров, на которые одновременно можно пересылать сообщения? И это уже не фейк. Оказалось, что проблема слухов, распространяемых через WhatsApp, настолько велика, что правительства нескольких стран уже обращались к Фейсбуку, ну, которому принадлежит WhatsApp, с просьбой как-то разрулить это дело. Возвращаясь к Коджиме, хочу сказать, что, ну, я так-то детей не очень люблю, но вот ребенка в бидоне с кумысом от бурятского технопророка я бы, конечно, купил. Нужно собрать петицию, чтобы Коджима реально начал их выращивать, ведь все знают, что петиции решают проблемы. Ну, а пока ждем выхода Death Stranding в ноябре, а до этого нас ждет долгое, полное ожиданий и жаркое... Лето без тебя, как зима, лето без тебя, как зима, лето без тебя, как зима. Есть такая штука Лига Чемпионов. Это футбол. Тасс, как так? Зачем ты говоришь про футбол? Ты что, из этих любишь смотреть, как мужики голы друг другу забивают? Что в футболе может быть интересного? Там, на поле, выбежала полуголая женщина Кинси Волански. Вот, собственно, и все, чем Лига Чемпионов в этом году отличилась. Ну, как все. За следующие сутки на Инстаграм Кинси Волански подписалась полмиллиона человек. Это, кстати, очень хорошо описывает публику футбола. Мужики голодные до полуголой женской жопы. Хорошо, что мир все больше отходит от объективации женщин, и мы становимся лучшим, более цивилизованным, равноправным обществом, да? Но это еще не все. Полуголый забег это не просто какая-то доставка оргазма от деревья реклаба, а промо сайта Виталий без цензуры. Это сайт с пранками 18+, Виталия Здоровецкого. Что, не помните Здоровецкого? Это американский пранкер, родом из Мурманска, который в 13-м году бомбанул с пранком с дорогой тачкой, где он, типа, цепляет девушку. Ну вот, сейчас он эволюционировал в стероидного качка порно-пранкера. Возможно, это все попытки как-то компенсировать тот неудачный вялый перформанс в Бэнкбассе, когда его Falcon Heavy оказался слишком мягок, чтобы долететь до черной дыры. Если вы понимаете... Конечно, вы понимаете, о чем я. Не подумайте, что я хейтер. Просто для нас, ну, людей, делающих новостной блог, Здоровецкий является таким идеалом самого мерзкого человека. Показушный мажорный качок, душбегище, пранкер и поощряет торгашество сексом. И в подтверждение тому, что мы не поддерживаем такую ролевую модель, сегодняшнего дня мы хотим убрать из выпусков сиськи в конце. Это уже давно надо было сделать. И вот сейчас хороший повод, чтобы отказаться от этой нашей, казалось бы, доброй традиции, при этом, если абстрагироваться, являющейся очень некрасивой объективацией женщин. Возможно, это звучит слегка пафосно, но, девушки, мы вас любим не за сиськи и жопы, а за лайки. Так что не забудьте поставить лайк и подписаться. Вот, переходите по ссылкам в описании на краудфандинг Виталика. Также там есть ссылка на покупку билетов с 15% скидкой на видео Жару, на которой мы будем в эти выходные. Да вот и все. Пока-ки.